Дорогие друзья, здравствуйте, уважаемые зрители, радиослушатели. Вашему вниманию в прямом эфире программа «Якутск. Сегодня». У микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова, наши режиссёры Мария Сунхалырова, Николай Слепцов-Айдын, а в нашей студии дорогая гостья Оксана Сидорова. Оксана, здравствуйте. Добрый вечер. Врач-генетик, учёный. И ещё дополните, это не единственные ваши профрегалии. Да, я являюсь научным сотрудником Якутского научного центра комплексных медицинских проблем и председателем общества больных, региональной общественной организации Ассоциации больных со спиносереблярной атаксией первого типа и другими нейродегенеративными заболеваниями Республики Саха-Якутия. Спасибо. Очень всё сложно вот так для обывателя. Сегодня будем расшифровывать и говорить, про что ваша профессиональная направленность, работа. Наш эфир мы планировали уже несколько раз, и по каким-то обстоятельствам он переносился. Но я рада, что он состоится именно сегодня, в конце года, потому что будем говорить на актуальную тему, тему здоровья. И это всегда важно для каждого из нас. Сегодня мы будем говорить о тех людях, которым нужна необходима помощь таких специалистов, как вы. И одно из направлений такой помощи называется проект «Зелёная трость». Сегодня об этом пойдёт речь. Расскажите, пожалуйста, когда начался этот проект, для кого этот проект конкретно, для каких людей, и какая цель этого проекта? Наш проект «Зелёная трость» по замыслу наших сотрудников начался весной 2022 года. Потому что, когда мы принимаем своих пациентов в консультативном приёме, когда к нам приходят пациенты на поддерживающую терапию в наш стационар клиники Янце КМП, то мы зачастую, собирая нам, нас слышим, что, конечно же, им трудно передвигаться, но им нужен какой-то атрибут. Мы решили так, что им нужен какой-то атрибут, который бы без пяти слов сразу мог бы охарактеризовать их состояние. Чтобы такие люди были узнаваемы среди большой массы людей. Вот такая трость, которую сегодня вы принесли в нашу студию. Спасибо вам большое. Сегодня вы так много наглядных пособий принесли, чтобы наши слушатели, зрители, те, кто с нами будет в ближайшие 40 минут, чтобы они увидели своими глазами. Но для слушателей придётся нам рассказать только лишь. И если человека вот с такой тростью увидят среди людей, то означает, что у этого человека есть заболевание, которое может повлечь... Что у этого человека есть заболевание нейродегенеративное. Которое может повлечь и его странное поведение, да? Да. Обычно мы знаем, что трости наши горожане ходят с тростями в присутственных местах, в автобусах, в аптеках, в магазинах. Но чаще всего мы думаем, что если человек с тростью, наверняка он после перелома, или у него там заболевание суставов по какой-то причине. Трости бывают разного цвета. Трости бывают белые. Мы знаем, что после Первой Отечественной войны, когда применяли газы, было очень большое поражение зрительных органов, зрительного органа, когда придумали белую трость. И вот, значит, длинная белая трость означала то, что человек участник Первой мировой войны, и что у него поражение глаз. И поэтому все узнавали, что да, это человек инвалид, человек участник войны, уважаемый. Что ему нужно помочь, от него нужно как бы немножко отойти, чтобы не задеть его белую трость. Была еще в Бельгии в 60-е годы программа «Желтая трость». Но как бы в литературе пока не описано, с какой целью она была создана. И вот наши сотрудники, научные сотрудники ЯНЦКМП, в 22-м году мы решили, что нашим пациентам тоже нужен такой атрибут. Учитывая то, что наши больные, спиноцереблярная таксия первого типа, их количество наиболее велико во всем мире в Якутии. И наших больных зачастую принимают за пьяных. Они ходят как пьяные, разговаривают как пьяные. Были ситуации, когда наших пациентов, подозревая в том, что они находятся в алкогольном опьянении, на рабочем месте, или же присутствуют на мероприятиях, то их несколько случаев было, что они подвергались административному аресту на 15 суток. Это так странно, потому что ведь должен быть запах, должны взять какой-то тест на алкоголь. Получается, этого не сделали и так далее. Да, и потом, ведь надо помнить, что такие люди, они в стрессовой ситуации, их речь становится ещё хуже. Они говорят, как пьяные в норме вообще. Их очень трудно бывает понять, они очень медленно проговаривают слова. Кроме вот этих признаков наших пациентов с нейродегенеративными заболеваниями бывают резкие, частые приступы, головокружение, двоение в глазах. У них часто бывают судороги в мышцах, мы это называем стягивание мышц конечностей. До такой степени, что иногда вот это стягивание мышц переходит на руки, верхнюю конечность, и бывает стягивание мышц челюсти и передней брюшной стенки. То есть вот, казалось бы, обыватели могут сказать, а зачем тогда в таком состоянии человек выходит на улицу вообще? Если ему трудно передвигаться, но ведь разные же ситуации бывают. У кого-то детей нету, кто-то остался один по каким-то обстоятельствам, или там уехали буквально на неделю дети в деревню, и он, отпустив их в деревню или на побывку куда-нибудь, на курорт, решил не быть обузой, но надо идти в аптеку, что-то вдруг случилось, и решил, что ему удастся пройти какой-то путь до аптеки, до магазина, без всяких эксцессов. Но для таких людей вот эти вот приступы иногда бывают внезапными. Если такой приступ с человеком с зелёной тростью случился, окружающие люди как должны себя повести, чтобы правильно среагировать на это? Если они увидели человека с зелёной тростью, конечно же, да, если вы увидели, что он шатается больше, чем до этого, или, скажем, встал и стоит, и надо подойти, спросить, не нужна ли вам помощь. Поэтому вот в наших плакатах написано, человек с зелёной тростью, он особенный, и может, ему нужна будет ваша помощь. Был случай, когда года два назад наш пациент зимой в холод упал около остановки центрального кинотеатра. Многие прохожие, увидев его лежачего, мимо проходили, подумали, что просто наверняка пьяный. А он был с тростью с такой? Нет, тогда ещё не было программы проекта «Зелёная трость», и его внесли студенты молодые в центральный кинотеатр, и оказалось, что он был именно с нейродегенеративным заполеванием. После того, как к человеку подходишь, спрашиваешь, нужна ли помощь или нет, но поскольку проблемы с речью, можно не понять, что он говорит, что можно сделать в таком случае? Значит, мы с «Зелёной тростью», наш проект работает второй год. Первая партия наших «Зелёных тростей» имела QR-коды. В QR-коды была заложена информация о пациенте, обладателе этой трости, плюс номер телефона его родственников с именем отчества. То есть, открыв QR-код, можно было позвонить и сказать, что вот ваш родственник, имя отчества находится здесь, ему стало плохо, вы не могли бы приехать его забрать. Или же, если у него там приступы, стягивания сильные или попёрхивания, часто так бывает, симптомы удушья, бывает иногда, при страхе, при стрессе, то тогда можно вызвать скорую помощь, но это бывает редко. Спасибо большое. А если говорить о причинах такого заболевания, каковы они? И можно ли как-то уберечься, соблюдая, может быть, не знаю, какие-то рекомендации врачей? Ну, на самом деле, нейродегенеративные заболевания считаются тихой эпидемией 21 века. И мы, когда проводили в сентябре месяца этого года конференцию по организации помощи больным с нейродегенеративными заболеваниями, то главный невролог Татьяна Яковлевна Николаева сказала, что по данным Всемирной Организации Здравоохранения больных с нейродегенеративными заболеваниями, мы это называем НДЗ, к 2030 году, то есть это 6 лет осталось, их число удвоится. И к 2050 году примерно их число будет около 150 миллионов во всем мире. А сейчас лидирует Якутия по этим? Нейродегенеративные заболевания, они делятся на два типа, наследуемые и ненаследуемые. Именно по Якутии это только спиноцеребрелярная таксия. Число этих больных во всем мире наибольшее количество сосредоточено в нашей республике. А так нейродегенеративных заболеваний около 30 на сегодняшний день, и они, их число с каждым годом увеличивается. То есть разные диагнозы появляются. Так себе новости, да? А почему в нашем регионе такой процент высокий, это связано с климатом или с чем-то другим? Или с питанием может быть? к сожалению, я не владею статистикой в других регионах, но число их увеличивается скорее всего за счет того, что у нас изменился образ жизни у нашего современного человека, который питается более рафинированной едой, обработанное мясо, рафинированные сложные продукты, вот эти вот все кетчупы, майонезы, салаты в пакетах, сложные салаты, сейчас предстоит Новый год, наш любимый оливье и селедка под шубой, то есть оно не способствует улучшению здоровья нервной системы, плюс гиподинамия, плюс увеличение количества стрессов, и, конечно же, наши любимые углеводы, конечно же, это сладкое, мучное, наша картошка, рис, это все в жареном, обработанном виде, на арфинированном растительном масле, это не способствует, есть еще не очень хорошая новость относительно развития НДЗ, эти заболевания характеризуют еще одна вещь, что если имеется поражение 80% головного мозга, только-только начинаются у человека первые проявления этого заболевания, а какие они эти первые проявления? Первые проявления это возможно нарушение сна, забывчивость, усталость, нарушение определенной части памяти, то есть вот тут он конкретно помнит, а тут вот ничего не помнит, забывает номера телефонов, забывает название каких-то предметов или явлений. Так это у каждого второго у нас нарушение сна, усталость, вот такая вялость, апатия. мы это списываем на долгую зиму, на отсутствие солнца, на недостаток витамина D и так далее, а оказывается всё гораздо серьезнее. это такие вот, скажем, не очень такие чёткие признаки появления нейродегенеративных заболеваний, вот поэтому нужно проходить обследование, следить за своим состоянием, заниматься спортом, следить за своим питанием, избегать стрессов или научиться правильно выходить из стрессовых ситуаций, больше бывать на природе, больше релаксировать, общаться только с приятными людьми, это очень важно. Казалось бы, что ну ладно, я вот это потерплю некоторое время, или там, значит, ждусь отпуска, и, как говорится, здесь работает принцип, когда камень точит. Что значит приятные люди, общаться с приятными людьми, что это за люди? Общаться с приятными людьми, это мы ведь люди все разные, вот, и кто-то кому-то может не подойти по общению, мировоззрения разные, поэтому есть люди, которые токсичные, которые негативно влияют на жизненные явления, чаще всего, не умеют себя сдерживать, или же просто у них негативизм в голове. Есть же такое мнение, что те люди, которые выражают свои эмоции, да, то есть они открыто говорят, что я сейчас чувствую негативные эмоции, которые принято считать негативными, я сейчас злюсь, мне не нравится, что вот это, вот это, вот это, что наоборот, с таким человеком, вот он сказал тебе, и он легкий, да, что с ним комфортнее продолжить общение, потому что у него, он в себе не подавил, во-первых, он сам здоровее, он в себе не подавливает какую-то агрессию, злость, он об этом говорит, и отношения становятся более понятными, прозрачными. Как тогда, если с такими людьми не стоит общаться, которые способны сказать о том, что им не нравится? Ну, вот есть такое понятие эмпатии, вот есть люди неэмпатичные, есть люди эмпатичные, есть люди, которые привыкли с детства подавлять себе эмоции, или они просто до такой степени подавили эти эмоции свои, что они их не распознают. Надо уметь себя слушать, что же сейчас себя я чувствую, что в себе сейчас вот что-то, явление какое-то произошло, и человек должен поймать свою эмоцию, свое чувство за хвост. Люди есть, которые с детства привыкли подавлять свои эмоции, и они уже во взрослом состоянии, и даже послушать не могут, какую эмоцию они сейчас испытывают. Вот эти люди называются, у них вот это явление называется ангидония. Они просто не привыкли испытывать эмоции, они их не ловят, не видят, не слышат. Но такой человек может сойти за приятного, он может не ощутить свою злость, свой гнев, он не привык это чувствовать, и оно будет у него подавлено, вытеснено, но он при этом и ничего плохого тебе не скажет. Да, но потом в итоге, конечно же, да, вот как биологи говорят, что человеческий организм, ну, мы привыкли покупать там технику какую-то, если грубо говорить, да, у него есть гарантийный какой-то срок. Вот у человека гарантийный срок, сейчас физиологи говорят, 40 лет. И после 40 лет уже эта гарантия у нас природа отбирает. И после 40 лет начинаются вот эти вот подавленные эмоции, они выходят где-то в виде каких-то заболеваний. Я вот и вела к тому, что, может быть, у людей, у которых вот заболевание связано с нейронное, да, заболевание с нервной системой, как раз-таки про то, что они долгое время были приятными людьми и ничего не говорили вот о том, что им не нравится, чего им не хочется. Были достаточно удобны, но тем не менее аутоагрессивны. Да, вы здесь правильно говорите, потому что их общество выучило родители в первую очередь, да, плюс потом ещё детский сад и школа выучило их придерживаться норм поведения, но в то же время они про себя забыли, они себя, возможно, даже, если громко сказать, от себя предали, и свои чувства они не показывали. Обычно говорят психологи, если что-то не так, то надо говорить только о себе. Мне плохо от общения с тобою, мне неприятно это слушать. То есть быть неприятным человеком. Да. Нет, знаете, такой вот, скажем, лояльный человек, человек эмпатичный, он сразу поймёт своего собеседника, что ему неприятно это слышать. Ведь мы же не знаем, какая у него жизнь до этого была. В смысле, может, какие-то у него ассоциации с каким-то словом, обсуждением какой-то темы. Если, например, ты знаешь этого человека там два-три месяца всего лишь, ты же не знаешь, что у него в жизни было до того. И какой-то признак, слово, тема какая-то может быть для него триггером. Я почему-то увела немножко от физиологии, потому что я подумала, что, может быть, если заниматься своим... Всё-таки мозг, это же всё равно, это и психика, всё тесно связано. Обязательно, да. Если помогать себе вот именно, проживать чувства, распознавать их чувства в себе, всё-таки думать сначала о себе, о своём комфорте, стараясь не обидеть людей, которые вокруг, но тем не менее и не утаивать, если тебе что-то не нравится. Может быть, это будет вот именно такое поведение отдалит нас от вот такой статистики, которую нам обещают через шесть лет. И вот, может быть, мы не будем вот настолько болеть, когда мы не можем управлять своим мозгом, хотя вообще можем ли мы управлять, большой вопрос. И помощь для таких людей, которые уже заболели, может ли быть вот психологическая какая-то помощь, может ли помочь их физике. Например, есть такие методы, как бары, когда нажимаются точки на голове и как будто бы из головы вычищается кэш. Вот такие вот помогают таким больным методы. Да, конечно, эти методы достаточно новые, сложные, и они не вошли в, как можем сказать, в систему ОМС. Да, в нашей клинике, в клинике Янце КМП, в центре нейродегенеративных заболеваний, в отделении неврологии есть психолог, который занимается нас с нашими пациентами, консультирует их, оценивает их психическое состояние. А есть ли какая-то возрастная градация у людей, которые больше подвержены вот этому заболеванию? Как простым языком, как сказать, это нервное заболевание, да, это меняется, что-то в мозге, да, получается, у человека, раз он паническим атакам, подвластен, да, раз он не может нормально говорить, это что-то же происходит с мозгом? Да, там, значит, нейродегенеративные заболевания наследуемые, это отдельная группа, они наследуются по аутосомно-доминантам, аутосомно-рецессивному типу, там это отдельный разговор, они сидят в генах. Есть нейродегенеративные заболевания, как проявление мультифакториальности, то есть есть предрасположенность какая-то, и это заболевание может проявить себя при том или ином образе жизни. Что происходит при нейродегенеративных заболеваниях с головным мозгом? Происходит изменение необратимое в виде образования белковых комплексов внутри нейронов, вне клеток, в разных-разных центрах и ядрах головного мозга. Таутопатия есть отдельная группа, синуклеопатия есть отдельная группа нейродегенеративных заболеваний, но это уже, конечно, морфология. Да, очень сложно, как-то простым языком, может быть, во втором блоке у нас получится на примерах ещё и более проще рассказать нашим слушателям и зрителям о том, может быть, на какие симптомы обращать внимание и как беречь себя с большей силой. Дорогие друзья, оставайтесь, через короткие четыре минуты мы вернёмся и продолжим говорить о том, как быть здоровым. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире, продолжаем говорить про проект «Зелёная трость». Сегодня в нашей студии врач-генетик, учёный Оксана Сидорова, которая знает об этом проекте абсолютно всё, проект новый и в нашей республике он единственный такой проект. Кто вам помогает в этом проекте, кто ваши спонсоры, кто ваша поддержка? Да, как я уже говорила, наши научные сотрудники и НЦКМП, подняв идею «Зелёной трости», мы начали его разрабатывать и в августе 2022 года, и в этом году, в августе 2023 года, мы защитили заявку на получение субсидии в виде оказания помощи некоммерческим организациям из бюджета городского образования город Якутск. Огромное спасибо нашему мэру за такую поддержку. И на сегодняшний день город Якутск является единственным в мире городом, который практикует, начал практику применения «Зелёной трости» для больных с нейродегенеративными заболеваниями. То есть больные в нашем городе все могут получить вот такую трость, которая вот у нас сегодня в студии есть одна. И есть ещё один образец такой трости, другая модель. Есть ещё вот такой образец для пациента с выраженной степенью заболевания. Она трёхопорная, значит, и она более устойчивая. У неё есть также какой одноопорный вот такой штифтик против скольжения. И имеются вот такие вот пазы для увеличения его порлосту человека. И имеются обязательно вот такие светоотражающие полосочки, которые будут при автомобильных, на автомобильных фарах и будет видно, чтобы человек, который имеет проблемы с движением, то мог хорошо, правильно, да, правильно и безопасно перейти дорогу. Они ведь у нас достаточно медленно ходят, и чтобы их не сбила машина. в наших климатических условиях это очень актуально, наши туманы. Также ещё на этих тростях располагается QR-код, да, если вдруг человеку стало плохо, то те люди, которые рядом, они могут ему оказать помощь именно с помощью. Да, при выдаче каждой трости мы будем, значит, здесь прикреплять QR-коды, и они у нас будут именными, как бы, да, чтобы потом, то есть это является и сигналом для общества. Зелёная трость одновременно ещё является помощью для пациента, и оно имеет ещё информационную нагрузку для помощи. Это ещё только вы собираетесь делать вот эти QR-коды? Да, первая партия у нас ушла с кодами, это вот уже вторая партия. И когда те люди, которые смогут помочь человеку, который нуждается в помощи, они могут по этому QR-коду увидеть телефон кого-то из родственников, набрать его и сказать, что ваш родственник находится сейчас в таком-то месте, ему нужна помощь. А если более серьёзные какие-то симптомы, что человек падает, видно, что ему плохо, он задыхается, то, конечно же, нужно вызвать скорую помощь, и если это зима, то человека отнести, помочь ему добраться до тёплого какого-то помещения. И можно сразу, вызывая скорую помощь, можно сказать, что вот имя человека вот такое-то на QR-коде будет, да, и что он с зелёной тростью, возможно, у него нейродегенеративное заболевание. Очень хорошо, что такой проект существует. Есть ли волонтёры в вашем проекте, и нужны ли вам люди, которые готовы помогать, и нужна ли какая-то волонтёрская помощь? Да, конечно, мы всегда рады волонтёрам-медикам, это особая группа волонтёров, которая существует у нас в Якутии. Нам помогали распространение зелёной трости волонтёры, студенты пятого курса мединститута СФУ. Огромная им благодарность и спасибо большой кафедре организации здравоохранения. А чем занимаются волонтёры, в чём заключается их помощь? Волонтёры упорядочивают, посписочно раздают зелёные трости и ведут список адреса. Потому что в прошлом году, когда мы раздавали, ездили по домам, по адресам, выдавали каждому нашему пациенту. И мы с ним поддерживаем связь. Они нам отправляют свои фотографии, как они передвигаются с нашей зелёной тростью, задают ли вопросы окружающие. То есть вся информация у нас копится, потому что это проект новый. И мы хотим, чтобы наш проект имел поддержку ещё в других городах России. Наш город небольшой. И знаем, что в других городах, конечно, количество больных с нейродегенеративной болезнью тоже большое количество. И когда у нас ещё проводилась конференция 28 сентября, вот в этом году при участии врачей-неврологов и сулусов и наших городских присутствовал специалист из медико-социальной экспертизы, который высказал идею, что потом можно будет эту зелёную трость в виде ИПРа, индивидуальной программы реабилитации так называемой есть у наших инвалидов, они могли бы получать эту трость, если мы будем далее работать с этой программой. И она сказала, что это идея очень хорошая. То есть сейчас эту трость можно приобрести, можно купить, а потом её будут получать бесплатно? Мы сегодня, на сегодняшний день эти трости отдаём бесплатно. А, уже бесплатно. Уже бесплатно отдаём, они именные. И за каждой тростью, конечно, мы стараемся следить, как она используется, потому что это новый проект, ещё раз говорю. И в будущем мы хотим, чтобы эти трости раздавались через медико-социальную экспертизу. Возможно, конечно, вторая линия, они могут продаваться в аптеках, но такую трость должен использовать только человек с нервными, с нервно-мышечными, нейродегенеративными заболеваниями. Люди с такими заболеваниями, насколько часто они покидают дом именно в одиночестве? Вы сказали, что есть примеры, когда человек живёт один, он, конечно, вынужден. А вообще, какие рекомендации для таких людей? У нас есть работающие пациенты, они ходят с такой тростью на работу, ходят везде, вы можете потом как-нибудь увидеть их, и в автобусах, и в присутствных местах они есть. Но, конечно же, большинство наших пациентов, они редко выходят на улицу при острой необходимости, или же в сопровождении своих родственников. Но тогда она как бы идёт как информационная, что вот идёт пациент с тростью, и рядом, значит, под ручку держит его кто-то. Из родственников мы знаем тогда, что сразу же сигнал идёт, что это человек с нейродегенеративным заболеванием. А какая может быть работа у человека с таким заболеванием? Ну, если говорить про наследственные нейродегенеративные заболевания, там ведь, если углубляться в генетику, там сложность, тяжесть этого заболевания и течение его зависит от количества повторов. ЦАГ повторов, и чем меньше количество повторов, тем более доброкачественное течение этого заболевания. Эти люди вполне могут работать даже со второй рабочей группой инвалидности. То есть, то, что вы описали, вот когда у человека идёт нарушение речи, когда он начинает терять равновесие, это в момент приступа? Это не каждый день у него такие симптомы? В момент приступа у него может быть резкое головокружение при повороте, например, вот он вышел с автобуса и повернулся, чтобы пойти в другом направлении. В это время у него приступ головокружения может быть. Либо он, скажем, вышел из тёмной комнаты на уличный свет, и в это время у него может быть головокружение или начаться двоение в глазах. То есть, какие-то резкие повороты головы, изменение туловища, скажем, положение туловища, или он сидел, потом встал. То есть, это необъяснимо, когда происходят вот эти вот приступы головокружения. А делятся по стадии. Скажем, да, если это первая стадия заболевания, то это может быть пошатывание, когда человек устал к вечеру, или пошатывание, когда он поворачивает за угол дома. Вот. Это вот первое. Тогда он тоже может уже пользоваться тростью как сигнал. Или же, например, уже вторая стадия, когда у него постоянная шаткая походка, то есть, да, и он постоянно плохо говорит. Это не в качестве приступа, а это уже постоянно. А приступообразно это вот судороги, стягивание мышц, это двоение в глазах, это головокружение. Такие симптомы, которые, мне кажется, практически каждый человек испытывает в конце недели, в конце рабочего дня. Вот. Можно как-то себя протестировать. И если всё-таки тесты будут такие неутешительные для тебя, как себе самому помочь? Потому что вы говорите, что МРТ покажет, да, только когда уже будет 80% мозга, как это, ну, нарушения какие-то будут на 80%. Ну, для этого, конечно же, нужно будет обратиться к врачам-неврологам. Можно обратиться к своему поликлиническому врачу-неврологу или в любую платную клинику. Это уже как сам себе каждый решает. Это обследование МРТ? Там доктор скажет уже конкретно определенное, потому что видов, ещё раз говорю, нейродегенеративных заболеваний великое множество. И каждому из них определённые симптомы. Так страшно, ведь мозг это самое главное, да, это вот сам, хочется же, чтобы он долго был в рабочем состоянии, да, чтобы и... Мы пытаемся же учить стихи, чтобы нам как-то память улучшить, да. По-моему, все боятся деменции, но вот о таких заболеваниях, да, как-то мало кто говорит. Ну, когда сейчас у нас век технологий, и даже дети наши маленькие со школьного, даже садиковского возраста не расстаются с гаджетами. Вот. Это считается, что один из признаков психоактивного влияния гаджета на головной мозг, это тоже может провоцировать раннее наступление нейродегенеративных заболеваний, постоянная, значит, работа перед монитором, без отдыха, перед светящимся экраном, это тоже из подваль подводит к тому, чтобы нейродегенеративные заболевания манифестировали раньше. Ну и ряд много-много разных причин может быть, да, и если говорить о профилактике, то специалисты говорят, что профилактика нейродегенеративных заболеваний, вот ещё раз говорю, это правильное питание, меньше обработанных продуктов, больше простых и овощных, скажем там, продуктов, салатов простых, мясо необработанное, рыба обязательная, не жареная, скажем, да, вот в фольге, в мультиварке, с минимумом каких-то специй, вот, и, конечно же, активная жизненная позиция, обязательно занятие спортом, вот это вот будет способствовать тому, что у нас НДЗ будет приходить к нам позже. Ничего нового, в общем-то, но с возрастом некоторые люди же просто бывает, что и не могут сильно активно двигаться, и тогда вот таким людям, как они наверняка в группе риска. Знаете, когда физкультуру, домашнюю физкультуру можно делать и сидя, можно сидя и плечевым поясом своим, да, и шеей, грудной клеткой, повороты те же самые, даже вот по китайской медицине простые легкие постукивания, лимфодренажные упражнения, координаторная гимнастика, да, то есть это, они очень хорошо способствуют профилактике именно нейродегенеративных заболеваний. Относительно питания вы сказали, что самое нежелательное, да, это углеводы, сладкое, что мы любим очень, но вот как раз таки астресс, это одно из того, что нас к заболеванию приводит, но как раз таки сладкое нас немножко отвлекает от стресса, когда мы что-то вкусное съедаем, и нам становится радостнее. Как тогда выбрать стресс, прожевать или всё-таки углеводы? Тут, конечно, должно быть, влияние должно быть комплексное, то есть со всех сторон стрессы пытаться избегать, относиться к жизненным явлениям, ну, немножко отстранённо, с анализом, и как правило, вот, как советуют психиатры, психологи, что не надо сразу выдавать резкую реакцию, надо немножко выдохнуть, посчитать до десяти, или, скажем, просто ничего не говоря уходить, чтобы не брать на себя вот энергетику тяжёлую своего собеседника. Вот тот собеседник, который на тебя с какой-то бранью, скажем, негативной информацией, реакцией на тебя бросается, то, значит, у него в душе самого что-то не в порядке. Поэтому вы не должны вот этим вот как бы заражаться. И обязательно должно быть занятие спортом, питьевой режим, распорядок дня, сейчас этому очень большое значение придают. Определённое время спать ложимся. Значит, за 2-3 часа до этого гаджеты никакие не должны мы не использовать ни компьютер, ни телефон. Телевизор меньше смотрим. Медитация, прослушивание успокаивающих мелодий. То есть там просто очень много инструментов. И каждый он сам выбирает себе. Есть люди, которые неверящие. Да всё равно это не поможет. И ленится над собой работать, ленится работать над своим здоровьем, над своим будущим. Просто вот этот светящийся экран гаджета, это наша такая реальность, без которой мы уже не можем жить вся жизнь там. Вот без телефона мы его действительно не выпускаем из рук. Там же и мобильные банки, и все приложения, все соцсети и так далее. И связь с близкими. Поэтому, конечно, сложно удержаться. И вкусного хочется, и Новый год скоро. И без таких продуктов, которые вредны, конечно же, ни одно застолье не обойдётся. Оксана, у нас остаётся буквально 4 минуты, даже меньше, уже до конца эфира. Может быть, я что-то не спросила из того, что вы хотели сказать. Да, я ещё хотела сказать относительно очень много вопросов из улусов. Будет ли у нас зелёная трость? Потому что большинство наших пациентов живут в улусах. И, конечно же, тоже хотят воспользоваться нашей зелёной тростью, чтобы себя обозначить в обществе, чтобы получить какую-то помощь от нас, как от общества пациентов. Вот мы работаем над этим. Мы работаем над этим, хотим выйти на широкий больше уровень, чтобы наши пациенты, проживающие в улусах, они тоже могли бы получать и пользоваться, чтобы им было это доступно. Спасибо большое. Ну и, может быть, какие-то пожелания для наших слушателей, зрителей, может быть, для ваших коллег в преддверии Нового года. Может быть, вы расскажете о том, кого заинтересовала такая информация, кто, может быть, захочет с вами сотрудничать в качестве волонтёра, или, может быть, люди захотят как-то больше получить информацию, услышав сегодняшний эфир. Значит, мы располагаемся по адресу Кулаковского, 6, на втором этаже есть кабинет генетика, врача генетика, можете туда... Прямо в кабинет приходить. Да, записаться можно в регистраторию на первом этаже и записаться ко мне на приём, мы можем это всё обсудить. Если ваше заболевание, приходить нужно с выпиской, со всеми данными паспорта, с НИЛС, с Полис, и с выпиской подходите, мы обязательно рассмотрим вопрос о том, чтобы вам выдать, если ваш диагноз относится к нейродегенеративным заболеваниям, можем выдать зелёную трость. Это обязательно можем рассмотреть. То есть, не все врачи направляют к вам всех больных? Не всегда так бывает? Не всегда так бывает, потому что есть много других лечебных учреждений, пациенты обращаются и к своим неврологам в поликлиниках, или в платных клиниках. И, конечно же, пользуясь моментом, хочу поздравить своих коллег, клинику ЯНЦКМП, руководство нашей ЯНЦКМП и наших пациентов, которые у нас получают поддерживающую терапию со спинотеребулярной таксией, болезнью Паркинсона, окулофарингеальной миотонической дистрофии, болезнью Кеннеди. Все наши пациенты, которых мы посетили в семи улусах за три года нашей деятельности по работе гранта. Всех поздравляю с наступающим Новым Годом. Пусть в Новом Году сбудутся все ваши желания. Здоровья, счастья и берегите себя. Оксана, большое спасибо. Я помню, как мы с вами были в эфире, радиоэфире, и вы меня спросили, Светлана, а вы знаете, как ведет себя яйцеклетка? Вот вы когда-то как-нибудь об этом задумывались, я сказала, конечно, нет. И вы сказали, что она ведет себя по-королевски очень спокойно. Я вот думаю, все время вспоминаю об этом. Думаю, надо вот вести себя так по-королевски спокойно и дольше здоровья сохраниться. Спасибо вам большое огромное за сегодняшний эфир. Я надеюсь, он помог нашим слушателям и зрителям. Всех благодарю за внимание и всем хорошего дня. Оставайтесь. Спасибо. Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»